В столице 16 часов и вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Добрый день. Президент принял нового министра туризма и спорта Ербола Морзобосанова. Глава государства поставил перед ним ряд задач. В частности, сформировать единую вертикаль управления на всех уровнях, усилить тренерский состав и принять меры по развитию массового и детско-юношеского спорта. Президент подчеркнул, что он ожидает от министра качественного исполнения поручений, которые были даны в июне на совещании по развитию туризма. Проект постановления по утверждению национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры необходимо внести в правительство до 1 ноября. Такое поручение Министерству нациоэкономики дал премьер-министр Олжас Бегтиенов. Вместе с тем, ведомству поручено активно продвигать отечественных производителей и развивать кластерную систему созданием смежных производств. Министерство энергетики, глава Кабмина поручил организованно и качественно провести республиканский референдум 6 октября. А при газификации страны основной акцент сделать на рациональное распределение ресурсов. Также глава правительства поручил ускорить принятие инвестиционных решений для строительства новых газоперерабатывающих мощностей. А для обеспечения энергетической безопасности страны до 1 ноября выработать механизмы долгосрочного кредитования строительства объектов новой генерации. Также Бегтиенов подчеркнул, что поддержание и развитие транспортной инфраструктуры требует привлечения больших инвестиций. Одна из мер – пересмотр тарифов на услуги Казахстан-Темр-Жола. Фонду Самру Казна совместно с Министерством транспорта необходимо разработать новую тарифную политику на перевозку грузов. До 1 декабря министерству также необходимо разработать детальный план по ремонту межобластных и межрайонных дорог. Наш главный приоритет – качественная реализация послания президента. Как подчеркнул глава государства, мы сможем добиться этого через структурные изменения экономики. Такого рода преобразования в отраслях уже позволили снизить долю горнодобывающего сектора и ускорить темпы роста обрабатывающей промышленности. Серьезный потенциал устойчивого роста экономики мы видим в освоении высоких переделов. Глава государства четко акцентировал внимание на тех проблемах, которые требуют наибольшего сосредоточения усилий правительства и акиматов. Всем государственным органам необходимо детально проработать поручения главы государства и определить конкретные пути решения поставленных задач. 15,5 миллиардов тенге направят на проведение предстоящего референдума. Это предварительные расчеты ЦИК. Окончательная цифра станет известна после рассмотрения этого вопроса в правительстве. Озвучили сегодня и некоторые организационные вопросы. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров уточнил, голосование пройдет с 7 утра до 8 вечера. Для этого подготовят 10 327 избирательных участков. Сейчас местные исполнительные органы формируют списки избирателей. После получения списков голосующих участковые комиссии референдума начинают большую работу по информированию граждан о месте, времени голосования. Этот этап должен быть финализирован не позднее 10 дней до дня голосования, то есть не позднее 26 сентября. Бюллетени для голосования будут доставлены не раньше трех дней и не позже одного дня до дня голосования. В КНБ сообщили о задержании подозреваемых в террористической деятельности. Речь идет о пяти гражданах Казахстана и одном иностранце. Все они приверженцы деструктивного религиозного течения. Их подозревают в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей. Мероприятия по противодействию терроризму прошли в Алматы, а также Карагандинской, Туркестанской областях и Улутау. На восемь лет и пять месяцев лишили свободы экс-директора крупной столичной компании. Межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении бывшего главы семьи хлебных предприятий и мукомольного комбината. Его признали виновным в хищении государственного резервного запаса продовольственного зерна на сумму более 160 миллионов тенге и халатности, из-за чего произошла порча зерна на 118 миллионов тенге. Также осужденному запретили работать на госслужбе и в квази-государственном секторе. Приговор в законную силу не вступил. В нескольких дошкольных учреждениях столицы начисляли зарплаты несуществующим сотрудникам. Также прокуроры выявили факты, когда родителей заставляли платить за сохранность мест во время каникул. Причем доплату прописали в договоре. Проверка также показала, что в некоторых детских садах хранились просроченные лекарства и неправильно утилизировали ртуицодержащие лампы. Виновных привлекли к ответственности. По фактам хищения начато досудебное расследование. Жонгара-Алатаусский национальный природный парк в ЖТСУ обеспечили новой техникой. Теперь у всех филиалов есть пожарные, патрульные машины и тракторы. Кроме того, построили две лесопожарные станции. Подробнее расскажет наш корреспондент. В районе реки Лепсы наблюдается дым. Как принимаете прием? Принято, выезжаем. Бороться с пожарами сотрудникам лепсинского филиала Жонгара-Алатаусского нацпарка до этого года приходилось своими силами. Сейчас здесь появилась лесопожарная станция с профессиональной дружиной. А вместе с ней необходимая техника. С малым противопожарным комплексом боец Руслан Гамауддинов управляется умело. Комплекс мобильный, с ним можно добраться в самые труднодоступные места, утверждает он. Техника очень хорошая, удобная. Бочка 800 литров хватает на 2-1,5 часа времени на тушение огня. Удобно тем, что стоит помпа, закачивает она себе воду. Надолго хватает воды. Удобный пистолет в положение ставится. Распыление, струю. Коллектив лепсинского филиала Жонгара-Алатаусского нацпарка составляет всего 22 человека. А обслуживать приходится больше 82,5 тысяч гектаров площади. В основном это труднодоступная горная местность с густыми лесами и кустарниками. Для постоянного мониторинга приходится применять передовую технику, говорит руководитель подразделения Рамазан Брунгазов. С 22-го года дрон мы используем очень активно, но он у нас как любительский. Получается, в течение 10 минут мы можем дать информацию, да, это действительно пожар или это просто сельхозпалка. Это очень здорово помогает. Хотим уже профессионально. На три года показала свою высокую эффективность дрону. Больше 356 тысяч гектаров площади занимает Жонгар-Алатаусский государственный национальный природный парк. Здесь сконцентрировано самое большое количество яблоневых лесов. Самая уникальная – яблоня сивирса. Она включена в Красную книгу страны и Красный список Международного союза охраны природы. Поэтому, чтобы сохранить биоразнообразие парка, по нормативам необходимо больше техники и штатных единиц, утверждает директор Жонгара-Алатаусского природного нацпарка Марат Хабиев. На сегодня первая из проблем решена. На сегодняшний день у нас 185 инспекторов по штату считается. Из них 90, которые находятся непосредственно на территории. А согласно ЛЭС-проекту, вообще с учетом нашей территории, у нас должно быть около 300 инспекторов. На сегодняшний день уже вопрос со штатом, именно пожарная команда уже решился, финансирование получили. И у нас набор с 1925 года. В скором времени лесопожарные станции возведут в Ковжарском и центральном филиале нацпарка. Ближайшие пару лет, как утверждает руководство заповедника, расширят и штат сотрудников. В Казахстане в этом году по-новому отметят День семьи. Обновленную концепцию представили в Министерстве культуры и информации. В течение недели в стране пройдут различные мероприятия. При этом каждый день будет посвящен определенной тематике. Например, планированию семьи или осознанному родительству. В целом, как сообщила на брифинге ВСХ вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, за последние 10 лет количество семей в республике увеличилось более чем на полтора миллиона. Для продвижения традиционных нравственных ценностей и культивирования позитивного образа семьи и брака, супружества ежегодно проводится национальный конкурс Мириле-Отбаса. За 10 лет в конкурсе приняли участие более 20 тысяч семей со всех регионов нашей республики. В этом году на региональном этапе национального конкурса Мириле-Отбасы зарегистрировано 3369 заявок. В 2023 году их было несколько меньше, и эту положительную динамику мы не можем не отметить. И на этом у меня пока все. Далее эфир продолжит дневная смена. Я передаю слово своему коллеге. Кайжан, добрый день. Что сегодня будете обсуждать? Здравствуйте, Динара. Сегодня поговорим, конечно же, о послании, точнее о его пункте, который мы для себя условно назвали «закон и порядок». Как этого достичь буквально через несколько минут? Спасибо.